В предыдущих сериях Привет. Фрэнк говорил, вы вместе начинали. Как дела? Хорошо. Да пойми ты, в жизни Джимми мы ничего не значим. И никакие подачки тут не помогут. А ты не думаешь, что он мог быть невиновен? Корабль «Призрак». Полицейский катер Немезис вызывает Сиднейскую морскую полицию. Сиднейская морская полиция, прием, как дела? Да. Обнаружили траулер. Направляется в порт. Рацию у них вышла из строя, и двигатель не в порядке. Выйдем на связь позже. Хорошо, Немезис. Да, пожалуйста. Поменялись? Да. Это что еще? Говорит морская полиция. Включите ходовые огни. Ответьте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. Ход у Фиона. Никого не вижу. Может, внизу? Внимание! Это морская полиция. Черный опал. Ответьте. Словно шпит на ходу. Похоже, нам придется подняться на борт. Разбудите. Приготовьтесь, Фиона. Приготовьтесь, Фиона. Есть тут кто-нибудь? Это морская полиция. Сайкси, ты видел фильм «Мертвый штиль»? Не заводи меня, Томми. Что за вонь? Есть тут кто-нибудь? Вроде тут что-то загорелось. Это не плита. Абсолютно холодно. Черт, это труп. Собака. Тихо, парень, тихо. Так что же здесь произошло? Куда они делись? В чем дело? Не знаю, все выглядит очень странно. Дайте мне знать. Судового журнала нет. Не за что зацепиться. Придется взять ее на буксир. Ты хочешь остаться и взяться за руку? Нет. А ты? Я тоже. Бросим жребий. Никаких признаков борьбы? Ничего, что указывало бы на сопротивление? Ничего. Возможно, планировалась встреча в море. Кто-то поднялся на борт и приподнял сюрприз. Но тогда почему пепел? Может, они хотели сжечь яхту вместе с трупом? Почему они развеяли пепел? И никакого горючего, никаких признаков катализатора, только тошнотворный сладковатый запах. Австралийская финансовая корпорация представляет Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аарон Джеффри Скотт Бёрджес Питер Бенсли Тони Скэнлон Билл Янг И другие Композитор Сонг Зу Оператор Дэнни Баттерхэм Режиссер Джон Пайпер Морская полиция Офицер медицинской службы взглянул на пепел, и так он подтверждает, что жертва мужчина, но каким образом тело сгорело, должны сообщить эксперты. Есть данные о движении судна? Откуда оно пришло? Оно могло выйти из Новой Зеландии, но линии обрываются в середине Тасманова моря. Похоже на перевозку наркотиков. Яхта встречает контейнеровоз посреди океана и принимает груз. Попросим таможенников взять на борт собаку и щейку. Надо оторвать кусок обшивки и вернуть на место. Нужно соблюдать закон, Фрэнс. Владелец может предъявить права на свою собственность. А может груз еще на борту? Вам известно, что ни к чему прикасаться нельзя, пока мы не осмотрим судно. Потребуется время, чтобы разобраться. Почему бы не высказать ваше предположение? Потому что я могу ошибиться. У нас не будет к вам претензий. Мы просто хотим проверить обшивку. Ни в коем случае. Но ведь есть трупы. Долго вы будете копаться? Сколько надо. Скорее всего, тут наркокурьер, с которым что-то стряслось. Но вы не должны заходить на судно. Следовало бы пустить собаку и щейку. Никаких собак еще не время. Когда же? Мы дадим вам знать. Что делать? Черный опал зарегистрирован на имя Дэвида Томаса Уильямса. Что-то знакомое. А как тебе? Один арест. Товарное количество героина. Тюремные сроки не значатся. Это было 4 года назад. Черный опал. Такое суденышко стоит примерно кусков 200. Владелец с высоким доходом. Год рождения 1957 и вот адберес. Спасибо. Франк, к тебе пришли. Петти. Привет, Франк. Можно поговорить с тобой? Это важно. Минут пять? Идет, жду в машине. Проходи, Петти. Сюда, садись. Джимми не знает, что ты здесь? Как ты думаешь? Да, глупый вопрос. Так в чем дело? Не знаю наверняка. Он ничего мне не рассказывает. Но мне кажется, Джимми ищет того парня, который подсунул ему наркотики. Он не виновен, Франк. Эти наркотики были не его. Слушай, мы это уже проходили сто раз. Меня не интересует, что ты думаешь. Раз в жизни отнесись к нему по-человечески. Он твой брат. И что же я должен сделать? Останови его. Пусть перестанет искать того парня. Ты же знаешь, какой у него характер. Все кончится возвращением в тюрьму. Джимми не станет меня слушать. Ты это знаешь? А как зовут парня, которого ищет Джимми? Не знаю. Но я слышал, достаточно, чтобы понять, что происходит. Петти, я мало что могу сделать, не зная имени. Так ты поможешь? Прежде всего, сообщи мне имя, а там посмотрим. Только что получен срочный вызов. Беда с автобусом. С автобусом? Он рухнул в воду с моста у Глиб-Айленда. КОНЕЦ Помогите! 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 Все выбрались. Подальше от автобуса. Помогите же кто-нибудь. Помогите. Все выбрались. Там остался водитель. Заело. Не могу открыть. Он зовет нас. Успокойтесь. Вы сделали все, что мог здесь. Автобус идет ко дну. Берегитесь. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они вытащили его. Взяли. Осторожно, осторожно. Кладите на бок. Так хорошо. Готов? Трубку, трубку. Так. Он дышит. Хорошо. Хорошо, он дышит. Все в порядке, все могут идти домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дом Уильямса. Тебе это ни о чем не говорит? Ни о чем. Что это значит? Это здесь? Нет, вон там. Все в порядке, все в порядке. Успокойтесь. Страшное позади. Ну, послушайте, послушайте меня, успокойтесь. Ладно, ладно. Я вызову скорую. Успокойтесь. Вам станет лучше. Скорую, пожалуйста, да. Серьезная. Ожог от утюга. Брэнд-стрит 36. Срочно. Здесь полиция. Вы можете рассказать, что случилось? Страшное позади, и все будет хорошо. Здесь моя дочь Ники. Что? Я велела ей не выходить, спрятаться. Ники! Она найдет вашу дочь, не волнуйтесь. Она найдет вашу дочь. Но кто же сделал это с вами? Ники, не бойся. Ники! Ники! Маленькая, все хорошо, все хорошо. Я офицер полиции, не плачь. Покажи твое личико. Все в порядке, успокойся. Твоя мама с нами. Милая, пойдем со мной. Хорошая девочка, будь младшая. Пойдем. Ты слышала голоса этих мужчин, Ники? Слышала. Но слов не разобрала. Потом мама стала кричать. А ты оставалась в шкафу? Я хотела выйти и помочь ей. Ну, конечно. Я не могла. Ты делала так, как она велела? Я слышала, как она кричала. Ну, что ты могла сделать, Ники? А вот они причинили бы твоей маме гораздо больше вреда, если бы схватили и тебя. Ники, не припомнишь что-нибудь из того, что говорила? Даже твоей мамой. Я слышала только голоса. Они говорили с акцентом? Называли друг друга по имени? Когда я увижу ее? Мы отведем тебя с ней, как только закончим здесь. Скажи, Ники, как ты думаешь, какое отношение ты имела к твоей маме? Может, кто-то из них не влюбил ее? Это из-за Дэйва. Дэйва Уильямсон? Что тебе известно о Дэйве? Ничего. И мама ничего не знала. Она не имела к этому никакого отношения. К тому, что задумал Дэйв? Не знаю. Простите, это Джоан Уолш из социальной службы. Я не хочу под опеку. Мама им не позволит. В прошлый раз она ходила в суд. Не волнуйся. Они не возьмут тебя на воспитание, если не потребуется. Сейчас главное поймать тех, кто обидел твою маму. Понятно? Хорошо. Ешь. Держу пари, ты рад сойти с этого судна. Глядишь, твои дела пойдут на лаг. Будешь под присмотром. Не могу поверить, что у меня наконец передвижка. Полицейский сайф. Здесь есть полицейский сайф. Да. Мы должны изъять у вас собаку. Как это изъять? Насколько я понимаю, она прибыла нелегально из Таиланда. Я из карантинной службы. Шутите. Собаки из Таиланда не допускаются в эту страну. Но пёс, наверное, даже не сходил на берег в Таиланде. Вы можете это доказать? Ладно. Я заплачу за него. В данном случае предстоит долгий срок в карантине. Всё равно. Тогда собака ваша. Верно. Да. А сколько надо платить? Карантин долгий. Девять месяцев. По 800 долларов в месяц. Оставьте её себе. Фрэнк. Я проверила данные на Дэвида Уильямса. Попробую угадать. Он прибыл из Новой Зеландии. Ошибаешься. Из Таиланда. Из Таиланда? Он прилетел из Бангкопка две недели назад после месячного отдыха на острове. Новая Деладия была его предшествующим портом захода. Таиланд. Есть сведения о том, как он попал туда? Да. Отплыл на Чёрном Апале три месяца назад. Так. Значит, он прибыл на Чёрном Апале, совершил сделку и летел обратно. Спокойно прошёл через таможню, а потом послал одного-двух курьеров привезти яхту. Возможно. Я уже говорила, что на нём ничего нет с того случая, когда его задержали за героин. Но его видели в очень подозрительной компании. Вот почему я слышал это имя. Ты гений. Хотелось бы верить. Когда мы сможем подняться на борт? Дня через два. Два? Запрет Департамента судебной медицины. Никто не допускается на корабль. Пока мы не закончим работу. Они как будто думают, что наткнулись здесь на редкое медицинское явление. Всё должно оставаться как есть, пока они не проведут тщательные исследования. Что за редкое явление? Они не говорят. Но нельзя же тянуть так долго, правда, Джер? Да нам пора бы уже быть там. Вначале обследуют место преступления. Почему бы им не сказать нам, что они нашли? Обратитесь в борт. Я так и сделаю. В чём дело? Почему бы вам, ребята, не взять образцы и не передать нам на судно? Твоя очередь наступит, Фрэнк. Потерпи ещё немного, но почему? Там есть не свет. Женщина получила серьёзный ожог. Мы полагаем, что вышли на что-то очень важное в масштабе мировой судебной медицины. Кто полагает? Кто это мы? Хорошо, так полагаю я. Пора поделиться с нами. Ладно. Полагаю, это мог быть случай самовозгорания. Он шутит? Не смотрите на меня. Это явление хорошо документировано. За последние 50 лет имели место свыше 60 случаев. Тело каким-то образом воспламеняется и сгорает. Огонь поджирает его изнутри? Более-менее так. Тело горит, как свеча. Растопленный жир попадает на одежду, которая служит как бы фитилём, и горение продолжает. Есть ли это так, что почему в каюте больше ничего не сгорело? Каюта была закрыта. Видите ли, в наглухо закрытой комнате уровень кислорода падает, и горение затрудняется. Но если тело уже загорелось, даже тлеющий огонь превратит его в пепел. Однако в каюте было слишком мало кислорода, чтобы воспламенилось что-либо ещё. Оставьте, люди не загораются ни с того ни с сего. Бывает и так. В Англии в 1938 году одна девушка стала жертвой самовозгорания во время танца. Она сгорела на глазах у возлюбленного. Там было две сотни свидетелей. Неспроста я никогда не танцевал. У нас есть уникальная возможность зарегистрировать первый случай самовозгорания в Австралии. Если ваша теория верна, всё-таки с каким бы грузом ни шла эта яхта, его, возможно, сняли в пути, но нельзя исключить, что он всё ещё на борту. Тогда мы его поищем. Он должно быть хорошо спрятан. Возможно, тайник строен в судно. Нам понадобится разбирать какие печи. Через пару дней, а теперь мне нужно работать. Всё это чепуха, Кварк. Пусть чепуха, но Викери хочет убедиться в своих открытиях, прежде чем он их обнародует. А с какой стати он должен что-то обнародовать? Смерть в море. Необходимо объяснить её. Скорее, Викери хочет написать статью и прославить своё имя в толстом медицинском журнале. Не стану спорить. Но в данный момент судно в его распоряжении. Ты проиграл. Я однажды видела такой труп на костре. Да, где? Мы с Джонсоном поехали тогда в Непал. Место для отдыха не в его вкусе. Это я настояла. Как бы там ни было, это было тело старика, и загорелось оно быстро. Занялся жир, и вскоре всё тело было охвачено синим пламенем. Да, но кто же зажёг костёр? Если возможно самовозгорание других материалов, то почему внутренние органы человека должны быть исключением? Особенно, когда есть такой катализатор, как спиртное. Смотри, все заняты только этим пеплом, а тем временем, с каждым часом, настоящий след всё больше остывает. Забудь об этом, Фрэнк. Мы ничего не можем поделать. Слушай, ты не могла бы заказать мне что-нибудь? Ну, хотя бы курицу, соус карри. Да, а куда ты? На несколько минут. Хорошо. Кто-то опередил меня. Я хочу, чтобы к завтрашнему утру всё было закончено. Фото во всех ракурсах. Образцы ткани. И мы против утечки любой информации. Никакой утечки информации. Кто-нибудь ест это? Нет, можете забрать. Давно стыло. Кто-то побывал на судне вчера вечером и всё разворотил. Ну и ну. Где были твои глаза, Стивен? Не знаю, кто это сделал, но действовали они очень тихо, очень ловко и хорошо знали, что ищут. Это был ты, Фрэнк? Почему я? Ребята Джеффа сторожили лодку, спросите их. Ты проник на яхту вчера вечером, Фрэнк. Почти весь вечер я провёл с детективом Голдштейн. Когда это случилось? Это случилось между восьмию и девятью часами. Я был тогда с Голдзем. Помнишь курицу с Карри? Рэчел? Да, курицу с Карри. Ты подтверждаешь, что он был с тобой? Да. И вы не были вблизи Чёрного Апала? Нет. Что ж, верю тебе на слово. И тебе тоже, Фрэнк. Хочешь что-нибудь добавить, Джек? Хорошо. Поскольку судно основательно почистили, а пепел сгоревшего разбросали, дальнейшие споры о том, кто там распоряжается, прекращены. Слежитесь с таможней, пусть пришлют собаку. Часов на двенадцать опоздали. Лучше помолчи, Фрэнк, и займись другими аспектами этого дела. Расспроси женщину в больнице, имеет ли она к нему отношение. Пусть эксперты произведут повторный осмотр и поищут отпечатки. И любые следы тех, кто разворотил там всё. Кто-нибудь желает высказаться? Хорошо. Ты подставил меня, Фрэнк, с твоим остывшим ужином. Я думал, что скоро вернусь. Да, и что же помешало? Ты сказала, что была со мной, давай на этом кончим. Я сказала, но мне никто не поверил. Кларк тебе поверил? Кларк пошёл на это, потому что он хочет, чтобы его люди занялись кораблём. Только нас опередила третья сторона, даю тебе слово. Твоё слово, твоё слово ничего не значит. Он ничего мне не рассказывал. Я его встретила только восемь месяцев назад, а жили мы там в сентябре последние три месяца. Где вы познакомились? Не помню. Может, в одном из борделей, где вы работали? О, господи. Мне показалось, что я встречал вас. Я не хочу, чтобы Никки знал. Мы не скажем, но нам нужна ваша помощь. Вы знаете, зачем Уэллин съездил в Таиланд? Он сказал по делу. По делу, связанному с чёрным опалом? Он мне не сказал. Но вы не так уж наививны, Энджи. Вы сами не сделали никаких выводов. Он сказал, что судно привезёт немного марихуаны. Чуток, полкило. Вы верите, что эти ребята взялись за вас из-за полкило марихуаны? Если там и было что-то другое, я не знала об этом. Даже не догадывалась. Неужели? Если бы я думала, что Дэйв сбывает героинь, я бы немедленно взяла Никки и ушла оттуда. Вы знаете, где он, Энджи? Я же говорила, что сказала бы им, если бы знала. Есть такое место, где он мог бы прятаться. Бывали, что вы где-нибудь вдвоём в течение восьми месяцев? Дэйв, число лодок с такими номерами скоро будет насчитываться сотнями. Сведения поступили в течение последнего месяца, так что, полагаю, это недавняя покупка. Привет, только что получено сообщение. Водитель автобуса, рухнувшего в воду, этим утром умер в больнице. Фитер Хэйнс. Боже, я его знала. Да, я знала его. Он был инженером-строителем. Несколько лет назад сменил профессию и стал водить автобус. Я знаю его жену. Они живут вместе? Да, а что такое? Местная полиция наведывалась туда не один раз после несчастного случая. Её не было дома. Недавно получила руководящую должность. Так. Тебе известно, в какой фирме она работает? Нет, мне кажется, она меняла место работы. А ты не могла бы сама пойти и навестить её? Почему я? Думаю, ей будет легче услышать это от друга. Мне бы не хотелось... Никому не хочется выполнять такие поручения, но приходится. Спасибо, Хэйнс. Доложу, что ты займёшься этим. Никки, Дэйв Уильямс куда-нибудь возил тебя и маму? В какое-нибудь место, где он мог бы прятаться? Ты нравился Дэйв, Никки? Маме нравился. А тебе? Он был ничего. Мама говорила, они подумывали пожениться. Никки, ты должна хорошо подумать, куда вы с мамой ездили с Дэйвом. Потому что ему грозит куда большая опасность от тех парней, чем от нас, и твоей маме тоже. Если они все ещё ищут Дэйва, они могут вернуться. Мне очень жаль, Никки, но ты должна знать правду, это может произойти. Там был большой дом у воды, вверх по реке. И ты можешь отыскать его для нас? Мы туда на лодке плыли. А ты найдёшь его? Пойду выясню у соседей. Что ты делаешь здесь? Мы должны поговорить с тобой в задании полиции. В чём дело? Мы искали вас, миссис Хейнс. Я была на конференции в Мельбурне. Нам необходимо поговорить с тобой лучше в доме. Нельзя, Питер может войти в любую минуту. Мы вынуждены, миссис Хейнс. Это о вашем муже. Ныряльщики думали, что спасли его. Но он умер сегодня утром в больнице от повреждений внутренних органов. Он был в сознании очень недолго. Питер. Джули, мне жаль. Мне так жаль. Но почему именно ты? Почему ты? Джули, убирайся. Ты выполнила задание, а теперь убирайся. Вам нельзя оставаться одной, миссис Хейнс. Хорошо, вы оставайтесь только. Уберите её из моего дома. Уходи. Уходи. Что же ты мне не сказала, что между тобой и Джули что-то было? Я бы сама сообщила ей эту весть. О чём ты? Дело не во мне, верно? Верно. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Мы плывём куда следует, Никит? Думаю, да. Ты помнишь, что было вблизи этого дома? Другие дома и корабли. А ещё какие-нибудь подробности? Кажется, дом голубой. Так. Вот этот дом. Ты уверен? У него красным обведено окна, как у этого. А у ангара для лодок красная дверь. Молодец, Никит. Хорошая девочка. Куда мы едем? Мы возвращаемся. Высадим эту милую леди-опекуншу и получим подкрепление. А у этого катера быстрый ход? Совсем нет. Старый тихоход. Пыхтит да пыхтит. Дочка опознала дом. Его сдали Дэвиду Уильямсу. Нам понадобится заглянуть туда. Возьмите ордер на обыск. Я организую это. Он в ангаре. Похоже, они его крепко обработали, прежде чем пристрелили. Ох. Мы нашли Уильямса, вернее, его труп. Он уже 24 часа как мертв. Значит, мы идем по остывшему следу. Хватит стонать, Фрэнк. Собака прибыла. Реакция собаки показала, что в одной из тают были наркотики. На улице этот груз стоил бы миллионы долларов. И как все мы знаем, там он и находится, хотя мы могли это предотвратить. Не буду спорить с тобой, Фрэнк. Кто прав повиноват, с официальной точки зрения, наши руки были связаны. Ладно, угомонитесь. Так что у нас есть? Мало что. Искалеченная женщина, труп владельца и кучка пепла. Может, груз еще не сбыли? Что? Допустим, это героин, и его много. Ведь нужно время, чтобы расспасывать его и передать торговле. Пару дней? Возможно. Она права. Не будут же они обращаться в агентство по трудоустройству. Нужно это зелье очень тщательно взвесить, найти посредников. Да, не меньше двух дней. Рикки Питерсон? Никогда не слышал о нем. Ты уверена, что это тот сам? Уверена. Я перерыла вещи Джимми. Нашла список фамилий. Той, кого знаю. Все они парни, с которыми он работал, когда его арестовали. Фамилия Питерсона обведена кружком. Ты могла передать это по телефону? Не тратила бы время на поездку? Знаю, но я хотела видеть твое лицо, франк, когда ты пообещаешь что-то предпринять. Я хочу быть уверенной. Я не вынесу, если Джимми опять прячут за решетку. И дети тоже. Я сделаю, что смогу. Хорошо? Ждешь, что я скажу спасибо. Но если бы ты сразу сделал, я Джимми то, что должен был, всего этого не произошло бы. Ладно, посмотрим теперь, что у него было в приятелях. Кое-кто есть. Если связать его, его и ее, выходим на Морриса Мерфи. Фрэнк! Извини, акула Мерфи, да? Должен дать тебе время на размышления, если Мерфи один из его дружков. Вот адрес. Могу вызвать Центральный банк данных о преступлениях, проверить по месту жительства. Делай это. Пожалуйста. Какая муха укусила Хелен? Я не спрашивала. Выглядит солидно. Двери, наверное, укреплены. Да. Ворвемся, напугаем до смерти какую-нибудь старушку. Впрочем, ордер на обыск нам все равно не дадут. Подожди. Знакомое лицо. Акула. В жизни он красивее. А с ним кто? Уоррен Мартин. Наркотики выпущен под залог и сбежал. Хорошо. Итак, мы застали акулу как-то связанного с Уильямсом и уже точно связанного с вооруженным наркодилером. Для ордера достаточно. Пошли. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok